Ну а первый круг чемпионата «Газовик» завершал домашним матчем с «Ижевским Зенитом». Уверенные поступки Оренбургского клуба настраивало болельщиков на оптимистичный лад. Подтверждением тому стал очередной гол головой Сердюкова, забитый в самом начале встречи. А на 30-й минуте Иванников поставил точку в красивой атаке хозяев. Возможно, после этого наши несколько успокоились, и во второй половине встречи ижевцы завладели преимуществом. Во всяком случае, территориальным, так как по настоящему опасные моменты у наших ворот они так и не соорудили. А когда шло уже компенсированное время, в центральном круге ошибся защитник «Зенита», чем незамедлительно воспользовался Аксютенко. Он вышел один на один с вратарем гостей и спокойно покатил мяч в угол. 3-0. Такого счета гости не заслуживали, но это и их проблемы. А «Газовик» одерживает крупную победу на классе. Ну не в оправдание, но вообще могу сказать, что после матча на Ватроицке мы потеряли трех футболистов, а накануне выезда два у нас остались дома. Ну, практически у нас сейчас ситуация состава маховая. А учитывая, что у нас и так глубины состава нет никакой, много неопытных игроков. Поэтому, конечно, противостоять лидеру в таком состоянии. Мы забили гол очень быстро, да. И в целом-то, если говорить про первый тайм, сыграли очень даже хорошо. Да, было преимущество не только во втором тайме, но и в первом тайме в контроле мяча у соперника. Но, в принципе, за два тайма ничего не создали. Как и предполагалось, первую часть розыгрыша Оренбургский клуб завершил единоличным лидером. На три очка опережая Тюмень и на семь – Волгу. Осталось два выездных матча и 26 октября последняя игра перед зимним перерывом. Дома с Ностой. Анатолий Юденич, Дмитрий Примачек. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова